Добрый вечер, это программа Город С и я Елена Чернявская. В своем ежегодном послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной. Сегодня в России средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. В этой связи 2015 год объявлен Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как Самарский регион выполняет задачи, поставленные правительством, и здоровые ли сердца у наших жителей? Эти и многие другие вопросы я сегодня буду обсуждать с гостем студии Сергеем Михайловичом Холунов, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну а мы работаем в прямом эфире. Это означает, что вы, уважаемые телезрители, можете сейчас, в данную минуту, на протяжении всего 30-минутного эфира дозваниваться к нам в студию по телефону 202-11-22. Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Звоните и задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну а я начинаю со своих. Сергей Михайлович, сейчас, когда год подходит к концу, можем ли мы говорить об итогах проведения мероприятий по оздоровлению населения? Вот как вы боролись за здоровые сердца жителей нашего региона? Вы, как главный врач специализированного медицинского учреждения, я не побоюсь этого слова, как главный по сердцам, что можете ответить? Ну, прежде всего, хочется сказать, что сердечно-сосудистые заболевания, они среди причин смерти занимают первое место и продолжают занимать первое место практически во всем мире, так же, как и в России. Значит, год, который объявлен в этом году, этот год, 2015-й, объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это, собственно, год, который подводит итоги десятилетней работы, которая предшествовала вот этому, так сказать, году, этому времени. Вспомним 2006-й год, когда начался приоритетный национальный проект. Тогда в целом здравоохранению было посвящено очень много и ресурсов, и времени, и значения, и особенно большую роль правительство отводило организации работы и совершенствования оказания помощи больным сердечно-сосудистым заболеваниям. Достаточно вспомнить, что было построено 7 федеральных сердечно-сосудистых центров. Все центры региональные, вот, к которым относятся и наши учреждения, они попали совершенно четко в список федеральных центров, оказывающих эту помощь. Тогда же широко было внедрено в практику такое понятие, как высокотехнологичная медицинская помощь. Были выделены средства на оснащение, были выделены средства на обучение персонала, были, самое главное, выделено достаточное количество средств на лечение пациентов. И надо сказать, что в течение 5-7 лет главное, что нам удалось сделать, нам удалось ликвидировать за должность и очередь вот на эту самую высокотехнологичную медицинскую помощь на кардиохирургические операции, которые являются и доказаны, являются в кардиологии очень эффективным методом лечения. Надо сказать, что огромную роль сыграла так называемая сосудистая программа, когда организовались центры, где стали лечить острый коронарный синдром, где стали лечить острый инсульт, тоже с применением высокотехнологичной помощи. Что касается нашего диспансера, то такой рубеж очередной, это был 2011 год, когда начиналась программа модернизации здравоохранения. Мы досносились, мы проучили достаточное количество хирургов, рентген-хирургов, анестезиологов. Это практически высоко такие квалифицированные кадры, их довольно мало. Это элита, собственно говоря, кардиологии. И самое главное, чтобы мы начали лечить пациентов с острым коронарным синдромом, с инфарктом миокарда на самом высоком уровне. Вообще программа модернизации в кардиологии – это развитие острой помощи. За это время нам удалось поставить лечение инфаркта на должный уровень, нам удалось поставить хирургии аорты, это практически смертельное заболевание. Поэтому этот год, объявленный годом здоровья, он направлен на то, чтобы привлечь внимание жителей нашего города именно к проблемам сердечно-сосудистой заболеваний. Потому что за 10 лет, повторюсь, было сделано со стороны медицины, со стороны власти, со стороны правительства довольно много. И мы сейчас уперлись в то, что не все жители нашей области осознают важность, их роли как раз в том, чтобы увеличить продолжительность жизни, их роли в том, чтобы здоровья их было значительно больше. Поэтому этот год больше был направлен на то, чтобы проводить вот такие образовательные программы. Вы знаете, что у нас было много мероприятий. У нас летом приезжал главный сердечно-сосудистый хирург Леонид Антонович Бакери, он же президент Лидии и здоровья наций. То есть привлечение, лекции, передачи посвящены этому делу. Вы знаете, что в рамках этой программы довольно много информации было дано по организации здорового образа жизни, по развитию физкультуры и спорта. Потому что то, что в общегосударственном масштабе – это олимпиады, это спартакиады. Все это именно пропаганда. Именно мы хотим добиться того, чтобы люди были ответственны, так же, как и врачи, так же, как и государство за свое собственное здоровье. Вы сейчас сказали об обратной связи между населением и здравоохранением. Но я так понимаю, что положительная динамика все-таки существует, что и радует это? Нет, конечно. Потому что мы, как вы правильно заметили, достигли определенных результатов. За 10 лет продолжительность жизни выросла больше, чем в 10 лет. У женщин она была выше и стала выше. Но в среднем это уже выше 70 лет. Это практически такой хороший, ну, не лучший, но хороший европейский показатель. Я хочу сказать, что в целом смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы с 2010 года, скажем, за последние 5 лет, уменьшилась больше, чем на 25% стало умирать людей при сердечно-сосудистом заболевании. Количество инфарктов уменьшилось, смертность от инфаркта снизилась больше, чем на 20%. И вообще хочу сказать, что использование методов высокотехнологичных при шимической болезни сердца привело на сегодняшний день к тому, что в Самарской области реально, это данные статистики, уменьшилось количество инфарктов. Спасибо, Сергей Михайлович. У нас есть сюжет как раз на эту тему. Я предлагаю его посмотреть, но прежде хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии. 202-11-22. Звоните, уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Тема очень актуальна, интересна. Ну и сейчас смотрим сюжет. 17-го числа, в субботу, на фоне вполне удовлетворительного общего состояния, на 78-м году жизни у меня случился первый в жизни приступ станокардии напряжения, который потихонечку переходил в развивающийся кардиогенный шок. Все шло как по книге, очень неприятной для меня, учитывая то, что я сам врач. Помощь мне начала оказывать дома моя жена, доктор, дочка, вызвали скорую помощь, сделали кардиограмму, быстренько привезли сюда. Очень оперативно все было сделано на этих этапах. Потом вот я попал в руки докторов, медицинских сестер и прочего персонала 5-го отделения. За это время я чувствую себя гораздо лучше благодаря заслугам всего коллектива, благодаря заслугам его руководителей. Я очень рад, что явный большой прогресс достигну с диагностики в лечении и выхаживании пациентов. Моя искренне благодарность всем. Резко неожиданно меня посетил инфаркт по пути на работу. Вот это было внезапно. Так я сам врач и работаю в больнице, я успел дойти до своей больницы, там мне оказали первую помощь, после чего в принудительном порядке, потому что сам я пытался отказываться, вызвали скорую и привезли сюда. Меня обвесили электродами и всеми остальными датчиками, системами, а потом где-то часа через два. Взяли в операционную, в регион операционную, поставили стенд. Ну и как видите, я, слава богу, жив. А чем могу я еще оценку дать, учитывая то, что я живой? Наше отделение развернуто на 70 коек. В нашем отделении оказывается помощь, квалифицированная кардиологическая помощь, как экстренным пациентам, так и плановым пациентам. Мы выявляем очень много и сопутствующей патологии, и даем рекомендации в этом плане уже для того, чтобы пациент знал свой дальнейший план действий и жизни, в плане того, как ему жить и что ему делать для улучшения качества жизни. В нашем отделении лежат пациенты как в Самарской области, так и из других областей. Поступают и иногородние пациенты, и даже жители зарубежных государств. Приоритетно, безусловно, оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе и высоко квалифицированной специализированной помощи в плане реконструктивных операций на сердце. Кроме этого, лежат пациенты с пороками, с нарушениями ритма, и затем уже мы определяем, в какое отделение, если это необходимо, переводить пациента для оказания уже хирургической помощи на базе нашего диспансера. Сергей Михайлович, ну, комментарий напрашивается сам собой. Ну, прежде всего, я хочу выразить вам огромную благодарность, поскольку сюжет вы снимали без меня, без какой-то рекомендации. Я хочу обратить внимание жителей и телезрителей, которые нас смотрят, что лечение инфаркта в настоящее время, оно очень эффективно. То есть те пациенты, которые перенесли вот эту операцию, о которой говорили в сюжете, достоверно вероятность умереть у них в три-четыре раза меньше, чем если лечить пациента традиционно, как это мы всегда делали, даже в нашем учреждении, все прочее. Поэтому главное в данном случае, если у вас появились неприятные ощущения, дискомфорт за грудины, если он не прошел после того, как вы прекратили нагрузку или приняли в течение пяти минут дважды какие-то нитраты, сублингвально или спрей, то обязательно надо вызвать скорую помощь и обратиться. Если вы попадете в течение двух часов в специализированное отделение, а надо сказать, что по области работает в круглосуточном режиме, и днем и ночью это каждый диспансер подавляющая часть действует, делает подобных вмешательств. Это областная больница имени Калинина, чуть меньше у нее свой регион, и больница Баныкина в городе Тольятти. То практически все проходит бесследно. Поэтому я обращаюсь, если у вас дискомфорт за грудины, лучше обратитесь к врачу. Если у вас нет ничего, вас отпустят домой, но вы... Уйдете домой со спокойным сердцем. Спокойным сердцем, и не будет, так сказать, осложнений и других неприятностей. Спасибо, Сергей Михайлович. У нас есть звонок, предлагаю послушать. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Иванович. У меня по электрокодиограмме блокада ножки. Что это такое, можно ее лечить. Спасибо. Значит, блокада ножки, это нужно смотреть. Если блокада ножки левой, ну, это специфический вопрос, если она впервые зарегистрирована, то данных больных мы всегда кладем и рассматриваем их больных с возможным развитием инфаркта миокарда. Если она у вас в течение длительного времени, это блокада ножки, если у вас нету жалоб, жалоб на боли, жалоб на одышки, на одышку, то, в принципе, можно наблюдаться, просто иметь всегда при себе кардиограмму с этой блокадой. Если на фоне имеющейся блокады ножки у вас будет появляться одышка при физической нагрузке, она будет нарастать, то нужно обязательно обратиться, потому что это немножко неправильная работа сердца, и при определенных условиях это можно скорректировать. Спасибо. Продолжаем наш прямой эфир. Телефоны в студии вы видите на экранах. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста, и задавайте свои вопросы главному врачу Самарского областного клинического кардиологического диспансера Сергея Михайловича Хухлунову. Мы сегодня беседуем в прямом эфире. Сергей Михайлович, не секрет, что кардиоцентр является монополистом Самарской области в сфере кардиохирургии и сочетает самые эффективные и разнообразные виды лечения. Скажите, только ли специализированную помощь вы оказываете населению? Ну, первое я хочу вас поправить. Мы ни в коей мере не являемся монополистами в Самарской области. Почему? Потому что у нас существует 4 сердечно-сосудистых отделения. Это кардиодиспансер, это областная больница имени Середавина, это больница имени Баныкина в Тольятти, это клиники Самарского государственного медицинского университета. Все эти отделения занимаются патологией сосудов, во всех этих отделениях выполняются операции на сердце, в том числе и с использованием искусственного кровообращения. Да, большую часть сердечных операций выполняется в кардиодиспансере. Это совершенно верно, и у нас есть некоторые преимущества конкурентные. Ну, например, у нас есть роддом. Казалось бы, зачем в кардиодиспансере роддом? Причем его открыли вместе с открытием диспансера, который на следующий год будет отмечать свое 40-летие в июне месяце. И очень долго ходили дискуссии, зачем в кардиодиспансере нужен роддом. Жизнь показала совершенно необходимую вещь. Первое. Когда стала развиваться кардиохирургия, то довольно, ну, большое я не могу сказать, но были женщины, которые приходили беременные с порожденными пороками сердца, и было понятно, что с пороком сердца доносить беременность до конца всегда проблематично. Поэтому в данном случае части женщин мы выполняли во второй половине беременности операции на сердце, они рожали так или иначе. А с 2005 года у нас в диспансере началась настоящая детская хирургия и хирургия новорожденных. Значит, мы оперируем сегодня детей, которые в утробе живут, потому что там особый тип кровообращения. После того, как ребенок рождается, начинается перестройка. И при определенных условиях, если имеется порок развития сердца, то есть патологии, где ребенок больше недели без хирургической помощи не может прожить. Мы оперируем таких детей, и, собственно говоря, роддом нам очень сильно помогает. Первое. Мы проводим перинатальный консилиум, и диагноз у ребенка уже в утробе матери ставим, и мы знаем, какую ему надо операцию, можем ли мы ее сделать, спасем ли мы этого ребенка. И второй вопрос. Представьте, если родился такой ребенок у нас в диспансере, то его сразу из родового зала уже доставляют в реанимационное отделение хирургии. Если мы заранее знаем, то лучше, чем в утробе матери транспортировать его ближе к хирургическому отделению, где может оказана помощь, в общем-то никакая скорая, никакая реанимобильная не поможет. Поэтому в данном случае вот это у нас очень такое удачное имеется ноу-хау. Я скажу, что большие центры в Москве, это в Санкт-Петербурге федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, север-западного округа, бывшие центры имени Алмазова, у них есть тоже роддом, в институте Бакулеу перинатальный центр тоже строится. Поэтому здесь в этом плане действительно у нас есть свои эти новые вещи. Сергей Михайлович, мне подсказывают, у нас есть звонок от телезрителей? Мы послушаем его? Да, мы слышим вас. Добрый вечер. Алло, говорите. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Я вас зовут Егора Алексеевна. У меня болезни ИБС и стенокардия. Меня интересует, как можно попасть в программу по лечению сердечно-сосудистых заболеваний? Значит, я уже говорил, что вот за эти 10 лет очень большое достижение, что у нас реально нету очереди. Поэтому, если у вас есть тенокардия, вы должны по направлению от своего лечащего врача записаться в регистратуре, или сейчас есть электронная регистратура, записаться на кардиохирургический прием в диспансере. Посмотрят, оценят. Вот, если надо, какие-то проведут дополнительные исследования. Если у вас будет показания для хирургического лечения, то вы будете записаны на коронарографию. Это контрастное исследование сосудов сердца. А по результатам можно получить либо операцию аортокоронарного шунтирания, либо стентирания коронарных артерий. Это решит только коронарография. Вот, я вам хочу сказать, что реально очередь у нас больше, чем на три месяца не существует. Вот, при этом работа федеральных центров, она тоже работает. Федеральные центры, ближайшие из них, скажем, это город Пенза, Новосибирск, Москва, это Санкт-Петербург, Калининград. Поэтому при желании мы всегда можем оформить практически в режиме онлайн документы и можем отправить в любой центр. Вот, но, в общем-то, мы обладаем всеми теми же методиками и в подавляющем большинстве все наши жители получают помощь в нашей больнице. Сергей Михайлович, спасибо вам за ответ нашей уважаемой телезрительнице. Но я хочу перейти к очень важной теме кардиодиспансера. Когда мы у вас были, я видела очень большую развернутую стройку. Строится новое здание и видно невооруженным глазом, что эти корпуса просто жизненно необходимы. У нас есть видеосюжет, я предлагаю его посмотреть и потом прокомментировать. Внимание на экран. В январе 2014 года между правительством Самарской области и частной компанией современной медицинской технологии было заключено соглашение о строительстве на основе частного государственного партнерства лечебно-профилактического учреждения кардиохирургический центр. Клиника сердца, являясь самостоятельным юридическим лицом, будет осуществлять тесное взаимовыгодное сотрудничество с действующим Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером. Размещение центра рядом на улице Аэродромной 43 позволит использовать инновационные медицинские технологии центра и научно-практический опыт диспансера, что обеспечит качественное и эффективное оказание медицинских услуг в области кардиохирургии с целью улучшения здоровья и снижения смертности населения Самарской области и России. Главная задача Клиники – оказание пациентов высокотехнологической медицинской помощи с применением последних научных достижений. Самой главной и уникальной особенностью Международного медицинского центра Клиника Сердца станет отношение к пациентам, забота об их здоровье и долголитии не только во время лечения, но и протяжении всей жизни. Строительство и оснащение центра планируется завершить уже в 2016 году. Реализация проекта даст возможность создать около 250 новых рабочих мест и осуществлять порядка 11,5 тысяч кардиохирургических операций в год. Важно отметить, что Международный медицинский центр будет оказывать кардиологическую и кардиохирургическую помощь пациентам бесплатно в рамках программы ОМС. Сергей Михайлович, послушаем телезритель и прокомментируем сюжет. Слушаем вас в эфире. Алло. Говорите «добрый вечер». Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите мне, пожалуйста, вот мне назначили оперативное в лечении фибрилляции предсердия. Я перед этим разговариваю на консультацию главкартикнутку у вас. Мне сказали, что после операции 100% выздоровления не дают, не больше 45%. Как это понятно? Спасибо. Ну, действительно, в настоящее время трепетание предсердий – это, ну, мерцание и трепетание предсердий – это очень распространенная болезнь, она и была распространенная, она лечилась всегда чисто медикаментозно, и в последнее время, буквально 7-8-10 лет, хирурги, как и подавляющее большинство болезней, взялись за лечение. Поэтому, действительно, на сегодняшний день 100% результата нет. Но, учитывая ту ситуацию, что сама по себе операция для пациента в высокой степени безопасна, что эту процедуру, это даже процедура, ее как операцию это, в общем-то, не называют специалисты. Эту процедуру можно повторять, вот, и, собственно говоря, поэтому мы и делаем. И если при первой попытке нахождения вот этих очагов аритмии удается в пределах 45-50% иметь результаты, но это несколько летние, там, годовалые результаты значительно лучше, то при повторном вмешательстве вот, эти результаты значительно лучше. Ну, и надо сказать, что время идет вперед, время идет вперед, и, собственно говоря, с накоплением опыта, с применением новых методиков, методик получения знаний о самой аритмии, в общем-то, результаты, они... Не заставить себя долго ждать. Они все равно будут лучше. Здесь действительно, потому что, ну, просто хочу сказать, что раньше, ну, скажем, в прошлом веке, вот, даже не в конце прошлого века, а в середине прошлого века методом лечения приступов мерцательной аритмии было просто в определенный момент ее переставали лечить, и она переходила в постоянную форму. То есть это считалось, как бы, неким результатом лечения. То сегодня все, что мы делаем, мы оставляем пациента без искусственного водителя ритма на минимум медикаментов или без медикаментов, и на синусовом ритме. Это совершенно другое качество жизни. Сергей Михайлович, немного времени остается до конца эфира. Я все-таки хотела бы спросить вас, ваше мнение по поводу клиники сердца, строительства, ваш комментарий. Ну, на самом деле, мы за 40 лет своей работы достигли довольно существенных результатов в кардиохирургии, в кардиологии, в лечении ишемической болезни сердца. Но здание 40 лет, как оно работает, еще 10 лет оно строилось, оно на сегодняшний день с большим трудом подходит под какие-то современные нормы. Если вы помните, то вопрос о проектировании и строительстве кардиохирургического корпуса в Самаре вставал несколько раз. Я в течение 13 лет главный врач, при мне это уже третий проект. И вот этот именно третий проект он реализовался. Причем, заметьте, два чисто государственных проекта, они были завершены, потому что мы попадали именно в кризисные ситуации. На сегодняшний день это государственное частное партнерство, это вложение частных денег в этот проект. Он планируется быть как раз на, собственно, высоком европейском уровне, как по использованию технологий с одной стороны, так по сервису с другой, по отношению к пациенту, как вы слышали, с третьей стороны. И самое главное, между инвестором, который огромные деньги вкладывает в строительство этого здания, и правительством Самарской области заключено соглашение, то, что область будет обеспечивать этот центр квотами, о которых я говорил. То есть, так называемым заказом для того, чтобы жители Самарской области, получая более качественную и более сервисную, сервисных условиях медицинскую помощь, так же, как сейчас, не платили за это. Все это будет в рамках либо бюджета высоко, высокотехнологичной медицинской помощи, либо в рамках обязательного медицинского страхования. Вот это очень важный вопрос. И, собственно говоря, когда все переговоры шли, на него очень большое внимание было уделено. И почему еще важно развитие этого центра? Потому что он должен стать по замыслу конкурентоспособным, чтобы привлечь пациентов с других областей, с других регионов, может быть, с других государств. Это дополнительное привлечение средств как в целом в область, так и в центр для дальнейшего развития кардиохирургии в целом. Спасибо, Сергей Михайлович. Более чем полно ответили сегодня на мои вопросы, на вопросы телезрителей. Я благодарю вас. Ну, коротенькое заключительное слово я не могу вам не предоставить. Пожалуйста. Ну, я единственное, что хочу первое пожелать всем здоровье, второе, вы посмотрели этот сюжет, я думаю, все-таки я в процессе дал целый ряд рекомендаций. Главное, если появилась у вас боль за грудиной или дискомфорт хотя бы за грудиной, не теряйте времени, обращайтесь. Это приверженность к лечению, если вам уже сказали, что у вас болезнь, это приверженность к здоровому образу жизни, это ответственность каждого жителя за свое здоровье. Я думаю, вместе мы сумеем решить любые проблемы, которые стоят перед нами. Ну что же, я благодарю вас. Сергей Михайлович Хохлунов сегодня был в гостях программы «Город С», главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера. Спасибо вам большое за очень интересную беседу, за новости, с которой мы пришли поделиться. Я, со своей стороны, вам тоже желаю здоровья и спасибо большое за вашу работу. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова